И ждем следующее. И ждем следующее. И ждем следующее. А что стоит предложить? Ведь формат видео по-прежнему популярный. И как раз внимание такое уделяется учебным роликам, потому что главное действующее лицо, спикер или преподаватель сразу притягивает внимание. Мы психологически так устроены, что сразу сосредотачиваем свой взгляд на лице человека. Мы различаем лица в первую очередь. Мы обращаем внимание сначала на глаза, потом уже на какие-то, может быть, объекты на фоне, на жестикуляцию, на яркие предметы. И вот акцент идет именно в первую очередь на лицо человека. И поэтому кажется, что вот да, мы сейчас запишем лекцию, расскажем что-то на камеру, и наши ученики будут с удовольствием смотреть вот этот вот материал. Но это не всегда именно так. Если мы посмотрим на большую часть видео лекции, то окажется, что кадры в них довольно однообразны. Да, мы видим лицо человека, но это один и тот же человек. Немного меняется крупность, немного меняется ракурс. И в принципе ничего вот такого яркого, за что взгляд может зацепиться после 51 минут просмотра, на видео нет. И тогда мы начинаем придумывать, как разнообразить видеоряд. Начинаем добавлять графические материалы, добавлять слайды презентации, включать демонстрацию экрана, писать какие-то титры, расшифровки, субтитры делать. То есть ищем способы сделать видео более приятным для просмотра. И соответственно усложняем все больше и больше монтаж. Но при этом мы недалеко отходим от говорящих голов. Это по-прежнему один человек, который на экране что-то рассказывает. И вот переломить эту ситуацию, сделать более интересное, более увлекательное видео можно с помощью жанра учебного интервью. Интервью это вообще такой, даже в журналистике не самый простой жанр. Кому-то он дается легко, кто-то очень не любит брать интервью даже с яркими и известными личностями. Но мне кажется, что как учебный контент интервью в принципе незаменим. Даже тем, кто только начинает раскручивать свою группу в социальных сетях, эксперты по СММ часто советуют брать интервью у известных личностей. Таким образом, известный вид персоны как будто делятся с владельцем группы своей экспертностью, своей аудиторией и тем самым помогают быстрее раскрутить профессиональное или личное сообщество. Если вы смотрели интервью Дудя, думаю, вы понимаете, что в интернет-журналистике, в интернет-СМИ именно с него началось возвращение жанра, который долгое время был просто забыт. И вот эти интервью, они вернули жизнь, они показали, что потенциал интервью огромен и показали, насколько качественно, насколько аккуратно можно делать материалы. Но учебные интервью, они не совсем похожи на журналистские интервью. По форме – да, по содержанию – нет. Мы с вами будем считать учебным интервью такой материал, где идет диалог между двумя людьми, один из которых преподаватель, а другой воплощает аудиторию. Если вы выступаете перед студентами вуза, то второй человек должен быть студентом. Если вы проводите курсы повышения квалификации, то второй человек должен представлять профессию, с которой вы работаете. Если у вас речь идет не о преподавании, а, например, о библиотечном, музейном деле, о каком-то культурном контенте, то вам нужен второй человек в виде типичного посетителя. Типичного, может быть, гостя вашего заведения. Итак, чем отличается учебное интервью от интервью вот такого обычного журналистка? Как мы его обычно воспринимаем? У нас есть интервьюер, человек, который задает вопросы. Он на этой фотографии находится слева. Рядом с ним человек с камеры, оператор, который проводит, собственно, запись. И напротив них находится тот, кто отвечает на вопросы. В этом случае несложно догадаться, что в кадре оказывается все равно один человек. А вопросы идут как закадровый голос. Так делается для чего? Для того, чтобы зритель ощущал себя присутствующим на вот этом событии, на этом мероприятии, при этом разговоре. Как будто вопросы задает он, и именно с ним беседует человек. Для учебного интервью этот формат не самым лучшим образом подходит. И лучше всего, когда в кадре будут находиться два человека. Один рассказывает учебный материал, другой задает вопросы и внимательно слушает. И вот именно такой подход позволяет добиться лучших результатов. Во-первых, мы следим не за одним человеком, а за двумя. Во-вторых, с одним из них зритель начинает себя отождествлять. То есть он такой же студент, как и я, он так же, как и я, сейчас слушает учебный материал. В-третьих, даже преподавателю легче записать такой видеоролик, когда он обращается не к абстрактной аудитории, находящейся за монитором, а может смотреть кому-то в глаза, видеть реакцию. И действительно так на самом деле проще записать какую-то лекцию. Ну и к тому же, такой формат учебного интервью можно записывать не только очно, лицом к лицу, но и записывать его дистанционно. В скайпе, в зуме, в гугл-мите, вот в любом сервисе, предназначенном для проведения видеоконференции, можно включить кнопку записи и взять точно такое же учебное интервью. Итак, основные отличия по порядку. В первую очередь, учебное интервью – это постановочное видео. Если в обычном интервью очень много внимания уделяется импровизации, человек, который отвечает на вопросы, он должен быть искренним, он должен постепенно открываться перед зрителями, а вопросы должны быть для него вот тоже интересными, то для учебного интервью это все не важно. Наоборот, желательно, чтобы человек, который играет роль, предположим, студента, знал точно, какие вопросы в каком порядке задавать. Желательно понимать, где и как стоят камеры и на них реагировать, потому что при обычном интервью, наоборот, стараются убрать камеры оператора так, чтобы ничего не отвлекало гостя. В учебном интервью нет. Мы смотрим и реагируем на камеры. Мы сразу знаем ход интервью, мы знаем порядок вопросов. И это действительно на самом деле постановочное видео. Второе отличие – это то, что интервьюер всегда в кадре, не за кадром. То есть на экране у нас два человека, и они общаются. И это важно показывать и подчеркивать, как именно я расскажу, когда мы дойдем до пункта съемки, покажу, как вот всегда создавать ощущение того, что общаются именно два человека, даже если вы записываете свое интервью дистанционно и на самом деле физически не находитесь рядом друг с другом. Соответственно, раз человек, который задает вопросы, всегда в кадре, значит очень важно то, как он слушает, то, как он смотрит, чтобы он был внимательный, чтобы он кивал в нужных местах, чтобы он эмоционально реагировал. Вторым пилотом вам нужен человек с богатой мимикой и который может выражать свои эмоции. Дальше в учебном интервью мы убираем все личные вопросы, все знакомства с героем, все, что не касается учебного материала. Несмотря на то, что смотреть на двух человек приятнее, чем на одного, все равно длину ролика затягивать не стоит. Мне кажется, 15 минут это вот максимум, которым стоит ограничиться, а соответственно мы выкидываем. Тем более, если преподаватель уже не один видеоролик выпускает, то я думаю, аудитория с ним хорошо знакома. Так, то есть вопрос надо прописать так, чтобы ответы на них отражали основные теоретические моменты темы. Да, совершенно верно. То есть не как вы думаете, почему Менделеев был любителем пассианса, да, а я не совсем понимаю, по какому принципу была выстроена первая версия таблицы Менделеева. Расскажите мне, пожалуйста. То есть вот так или иначе мы опираемся именно на учебный. И главная роль, в отличие от традиционного интервью, не у журналиста, не у аудитории, а у преподавателя. Он ведет, он решает, что и как говорить. И вот, кстати, один из советов, который я написала на экране для учебного интервью, это разработать какую-то простую систему знаков. Студент, интервьюер, подает какой-то знак, если преподаватель сильно увлекся, и его начинают уводить от темы, или он слишком сильно затягивает свой разговор, отвлекается. Преподаватель, в свою очередь, подает знак студенту, когда приходит время задавать следующий запланированный вопрос. То есть какая-то вот такая небольшая, не сильно заметная система знаков будет очень и очень помогать. Это, опять же, к тезису о том, что учебное интервью – это постановочный, отрепетированный ролик. Ну и, наконец, как я уже объяснила, цель учебного интервью – это передача информации. В обычном интервью задача информацию получить. Журналист строит свои вопросы так, чтобы узнать как можно больше о какой-то теме, узнать как можно больше о каком-то человеке. Это может быть даже интервью расследование, когда человека нужно постепенно вывести из себя и раскрыть какие-то, может быть, неприглядные стороны его деятельности или характера. В учебном интервью, наоборот, цель – это передача информации. И два человека на экране работают в тандеме именно для того, чтобы как можно полно раскрыть учебный контент. Так. И в качестве такого маленького упражнения я предлагаю вам тему для учебного интервью. Пусть это будет создание буктрейлеров на классическую литературу. Какие вопросы можно задать преподавателю, чтобы он полнее раскрыл тему, чтобы он научил своих зрителей планировать и создавать интервью. Напишите, пожалуйста, в чат те вопросы, которые мог бы задать интервьюер. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь участвовал в реальных интервью, может быть, брали у кого-то, может быть, наоборот, встречались с журналистом и выступали в качестве эксперта в каком-то материале, то разницу между этими подходами, я думаю, вы сразу заметите, даже по этим перечисленным тезисам будет понятно, насколько сильно два жанра отличают. И, в принципе, знак равенства между ними очень и очень условный. А вот если вы только начинаете, то, возможно, многие вещи окажутся для вас непривычными. Так. Первый вопрос. Что такое буктрейлер? Какие принципы буктрейлера вы можете перечислить? Да. Это хороший такой вводный вопрос для того, чтобы начать разговор о самой теме. Чем вы руководствуетесь, выбирая программу для создания буктрейлера? Прекрасно. Здесь преподаватель может рассказать о любимых ими программах, о том, почему он именно их использует. Я монтирую в этой программе, потому что... Так. Еще. Еще. Мой любимый вопрос для создания буктрейлера – это откуда мне взять достаточное количество иллюстраций, чтобы наполнить ролик о книге. Так. Как вы будете компоновать материал? Прекрасно. Здесь можно как раз рассказать о разных подходах. О героях, о сюжете, о мире, о принципе вопросов. Да, это действительно интересно. Ваши личные предпочтения в буктрейлере? Здесь, наверное, нужно, может быть, не личные предпочтения, а покажите примеры, и тогда в учебное интервью можно загрузить, например, в ту же самую папку, где лежат любимые примеры буктрейлера. А преподаватель во время интервью скажет, для вас, уважаемые зрители, я загрузил пять своих любимых буктрейлеров в ту же папку, где лежит ваше домашнее задание. Например, вот так вот. Так. В чем специфика создания буктрейлера именно на классическую тему? Тут я даже могу ответить. Дело в том, что классическая литература чаще всего довольно широко представлена в виде экранизации или театральных постановок, а значит, у вас есть большой набор иллюстрации. Прекрасно. Вот такие вот вопросы, они помогают преподавателю раскрыть тему и дать качественный и очень насыщенный учебный контент. То количество вопросов, которое нужно для одного учебного интервью, зависит от манеры преподавателя подавать информацию. Если он любит очень долго говорить с примерами, то учебное интервью вполне может ограничиться тремя-четырьмя вопросами. Если он отвечает кратко сжато на каждый вопрос, то их можно давать побольше. Никто не мешает посидеть в аудитории полтора часа, записать ответы на все мыслимые и немыслимые вопросы, а затем смонтировать их как серию учебных интервью. Это тоже вполне возможный подход к созданию контента. Так, замечательно. Еще вижу вопросы, с чего начать работу над буктрейлером. Какой аудиторией вы адресуете свой будущий материал и нужно ли ставить знак ограничения по возрасту. Вот из такого набора вопросов нужно подобрать те, которые логически ложатся друг за другом, выстроить в определенной последовательности и затем человек на экране может их задавать по очереди. Если он такой молодец, что может выучить все вопросы наизусть, это замечательно. Если нет, никто не мешает взять ему планшет с распечатанными текстами вопросов. Журналисты приучили нас, потому что это нормально, и человек в кадре не будет выглядеть глупо, не будет казаться, что он забывает элементарные вещи. Наоборот, он будет смотреться солиднее. Это же касается и преподавателя. Вполне возможно взять с собой планшетку с распечатанными листочками бумаги или держать в руках планшет, не телефон, потому что телефон в руках – это вот мы на что-то отвлекаемся, например, на социальные сети, а когда мы держим в руках большой планшет, это выглядит уже солиднее. Так, ну что, а теперь я расскажу вам, как организовать съемки. Какую-то информацию я давала на предыдущем вебинаре о том, что потребуется, какое оборудование, какие принципы съемок, о том, что не нужно снимать против света, о том, что нужен такой неяркий нейтральный фон и так далее. То есть большая часть принципов, они одинаковы. Разница начинается тогда, когда начинается взаимодействие между людьми. И когда на экране два человека, они что-то делают вместе или о чем-то общаются, между ними можно провести линию взаимодействия. Она проходит от глаз к глаз, то есть повторяет вот линию взгляда. На экране два человека, и мы можем спокойно провести линию, они смотрят друг на друга, они общаются. Вот эта вот линия взаимодействия – это очень важная линия, и именно ее наличие говорит о том, что идет диалог. Если один из участников учебного интервью заметно выше другого, то они будут чувствовать себя некомфортно. Линия будет направлена сильно вверх, сильно вниз, будет неприятно смотреть на разницу в росте, когда при монтаже вы будете переключаться с одного человека на другое. И в этом случае для комфортного общения лучше проводить учебное интервью сидя. И вообще в большинстве случаев кресло или стулья для участников – это наилучший вариант съемки. Во-первых, непринужденные люди себя начинают чувствовать, во-вторых, меньше устают, ну и в-третьих, кресла, например, на колесиках помогают сделать съемку разнообразнее, а как я покажу дальше. Вернемся к нашей линии взаимодействия. Есть два человека, есть между ними воображаемая линия, и эту линию при съемке пересекать нельзя. Всегда, когда идет видеозапись, оператор находится по одну сторону от людей, участвующих в диалоге. Точно так же и вы, когда будете снимать, даже если у вас нет помощника, вы самостоятельно ставите камеры, они будут стоять по одну сторону от этой линии взаимодействия. Возьмем разговор между двумя людьми на довольно близком расстоянии. Сейчас линия взаимодействия, вот идет слева девушка с хвостом, справа с рыжими волосами, и если мы начинаем пересекать линию взаимодействия, то на соседних кадрах на одном и том же месте окажутся разные люди. Это типичное нарушение съемки. Когда оператор с камеры перешел линию взаимодействия и снял людей сразу с другой стороны, тот, кто раньше был справа, окажется теперь слева. А это дезориентация. Как только у нас что-то дезориентируют, у нас сразу выключается слух, сразу выключаются когнитивные функции. Пока мы не поймем, где что происходит, мы не начнем дальше воспринимать учебную информацию. Если действовать правильно, если линию взаимодействия не пересекать, то соседние кадры будут выглядеть следующим образом, и мы видим, что один и тот же человек всегда оказывается на одной и той же стороне экрана. Вот так. Итак, лучше всего, если люди, участвующие в учебном интервью, сидят, мы проводим между ними линию взаимодействия, виртуальную, или, может быть, в некоторых случаях вполне можно провести мелом линию на полу, если вы не уверены в том, что пересечете вы ее или не пересечете, и довольно быть аккуратными для того, чтобы за нее не переходить. Камеры с одной стороны линии взаимодействия, а люди находятся на самой оси. Это выглядит примерно вот так вот при съемке. Камеры могут быть любые, это может быть и телефон, это может быть и веб-камера, то, что, в принципе, у вас есть под рукой. Одна камера смотрит на одного участника, вторая камера смотрит на второго участника. И когда речь идет о телевизионном, о журналистском интервью, люди ни на что не отвлекаются, они просто сидят и беседуют, а всю работу выполняют камеры. Они передвигаются по траектории, по такой особой линии восьмерки, то ближе подъезжают к одному участнику, то захватывают двоих людей сразу, а главное, чтобы участники диалогами на что не отвлекались. Для них нужна такая атмосфера непринужденного общения. Но для того, чтобы вот этот вот трюк провернуть при съемке учебного интервью, вам нужна целая бригада. И поэтому я предлагаю более простой способ, когда камеры стоят неподвижно, а двигаются преподаватель и студент. То есть мы весь процесс съемки переворачиваем наоборот. Поскольку уже известны вопросы, поскольку уже известен учебный материал, который преподаватель будет выдавать своим зрителям, то нет необходимости импровизировать, нет необходимости быть естественными и непринужденными, и поэтому можно перемещаться перед камерами так, чтобы обеспечить разнообразие. Вот первый вариант. Два человека общаются между собой, вот именно так, глядя глаза в глаза, лицом друг к другу. Первая камера снимает человека, который находится справа. Вторая камера снимает человека, который находится слева. В серых прямоугольниках показано, что камеры при этом видят. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот у нас между людьми есть линия взаимодействия. То есть вот они смотрят друг на друга и общаются. Чтобы эта линия взаимодействия появилась в кадре, перед взглядом человека должно быть пустое пространство. Вот здесь линия взаимодействия уходит направо, направо, здесь линия взаимодействия уходит налево. Если вы поместите человека неправильно, так что перед его лицом останется меньше пустого пространства, чем позади него, то линия взаимодействия просто-напросто сломается. Человек либо посредине кадра, либо немножко отходит к противоположной его стороне. Так, если задействовать третью камеру, если у вас есть возможность задействовать третью камеру, не у всех такая возможность есть. Если третью камеру задействовать, я покажу, где она должна стоять на следующих слайдах. Так, теперь посмотрите. Один из людей, здесь наоборот камера надо было повернуть, преподаватель начинает рассказывать какой-то материал, и во время рассказа он поворачивается лицом к камере. Он смотрит прямо в объектив, и теперь по сравнению с предыдущим кадром, он смотрит как бы на зрителя и адресуется прямо ему. То есть дело довольно просто, да, стоя ли сидя, просто разворачиваем корпус и начинаем разговаривать на камеру. Второй человек при этом остается неподвижным, он внимательно слушает, внимательно смотрит. Даже если второй человек, студент, начнет задавать вопросы, всегда можно, оставаясь развернутым корпусом камеру, просто повернуть голову для того, чтобы выслушать вопрос. То есть один из участников интервью может просто разворачиваться корпусом, и кадры будут от этого уже более разнообразны. Если есть возможность переместиться, например, если использовать кресло на колесиках, или все-таки снимать интервью стоя, один из участников интервью может отойти, то есть не ближе к камере, а наоборот отойти дальше от камеры. Посмотрите, на предыдущих кадрах девушка была в кадре выше пояса, сейчас она в кадре ниже пояса, за счет того, что вот на схеме она отошла назад, и, соответственно, можно даже отойти так, чтобы в полный рост оказаться в кадре. При этом точно так же мы оставляем линию взаимодействия, то есть по направлению к собеседнику должно оставаться пустое пространство, либо столько же, сколько позади нее, либо еще больше. Так. При этом второй человек тоже может переместиться, но он тогда подходит ближе к камере, то есть вот сюда наоборот он перемещается, и тоже оказаться в кадре. Вот такой кадр, такой план называется грязным, когда на переднем фоне есть еще какой-то объект, который частично закрывает вид. И грязное здесь это не оценочное осуждение, не то, что это плохо, а просто термин, потому что как раз такие кадры, они позволяют передавать эффект присутствия, что я здесь не один, что здесь есть другой человек, что именно идет между ними диалог. Итак, получается, что мы можем менять кадры, не трогая камеры, исключительно за счет того, что разворачиваться всем корпусом на камеру от камеры к собеседнику от собеседника и отходить и подходить вперед. Ну, отходить и подходить надо немножко порепетировать, на какое расстояние нужно отойти, чтобы хорошо смотреться в кадре, точно так же, насколько нужно подойти, чтобы не обрезать, например, часть головы. Но, в принципе, это довольно легко. Даже один-два шага вперед или назад позволяют изменить крупность кадра и сделать вашу съемку разнообразной. Что касается третьей камеры, то ее можно поставить так, чтобы видеть сразу своих собеседников. Если третьей камеры нет, такой кадр все равно нужно сделать. Это заявочный план, он позволяет зрителям сориентироваться, что здесь происходит, где находятся люди, как они расположены, что тут проходит, собственно, учебное интервью. И вот такой кадр лучше снимать последним, когда уже все интервью прошло, когда уже и преподаватели, и студенты разогретые, говорят легко, свободно, чувствуют себя перед камерами уверенно. Можно отойти, одну из камер поставить прямо и затем попросить студента задать самый первый вопрос, с которого по вашему плану должно начинаться учебное интервью. То есть самый первый вопрос лучше записывать последним. Если сделать иначе, его все равно потом придется перезаписывать. Это уже проверено многолетней практикой. Вот. В принципе, вот так. Я понимаю, что стакс непривычки довольно сложная схема, хотя на самом деле на практике ничего сложного нет. Передвигать камеры намного сложнее, чем передвигаться самому. Презентации, которые вы можете скачать, все вот эти вот схемы вы можете посмотреть, разобрать и попробовать, порепетировать, попробовать сделать примерное интервью. Даже не берите людей, даже просто поставьте две камеры, возьмите две игрушки, куклы, там, человечки, фигурки, и попробуйте порепетировать с ними, где стоять, куда отходить, как должны быть направлены камеры. Соответственно, что потребуется для этой съемки? Микрофон, микрофон-петличка, диктофон или телефон с приложением. Для того, чтобы был чистый, яркий звук, камеры не всегда могут достойно с этим справиться, тем более, если вы перемещаетесь, отворачиваетесь от камеры, звук начинает идти в сторону. Поэтому оптимальный вариант, когда между участниками учебного интервью лежит диктофон или телефон с приложением диктофона. Поэтому, опять же, подшеркну, интервью лучше вести сидя, между участниками может стоять стол, а на нем как раз спокойно лежать телефон или диктофон. И вот эта вот запись будет более чистой. С микрофонами-петличками, просто с микрофонами, надо привыкать обращаться. И для начинающих это не самый удобный вариант. Например, микрофон-петличка постоянно, ну, в начале своей работы с микрофоном-петличкой, он у меня постоянно оказывался поверх одежды. Длины штура не хватало, и он телепался в кадре. И вот эти вот все нюансы, которые только долгой практикой доводятся до автоматизма, могут помешать. Так, дальше. Фото или видеокамера с надежным штативом. Как я объясняла, для съемочной техники нужен нормальный, качественный штатив, чтобы не шатал, чтобы не скрипелся, чтобы под весом камеры не начинало его кремить сбок, и вы не получали кадры с заваливаемым горизонтом. То есть, если снимаете на камеру или на фотоаппарат, то штатив должен быть довольно хорошим. Если более простой штатив, то проще снимать на мобильный телефон. Его веса недостаточно для того, чтобы сбить настройки штатива. То есть, либо штатив на полу, либо притащите и поставьте стол, и на него уже на стопку книг можно поставить камеру или можно закрепить так или иначе телефон. Если нет штатива, импровизированную подставку для вашего оборудования можно сделать фактически из чего угодно. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат. А я дальше расскажу про то, как организовать дистанционную съемку. То есть, задача та же самая. Мы снимаем учебное интервью, но у нас нет возможности встретиться в одном помещении, провести какое-то время вместе, и мы прибегаем к дистанционной съемке. За время весеннего карантина дистанционные съемки, дистанционные интервью прямо отработались до автоматизма, потому что многие журналисты не имели другой возможности пообщаться с экспертами, с интересными им персонами. Сразу, когда мы начинаем вести дистанционное интервью, сразу представляем себе экран, ноутбук, экран компьютера, на котором будет, во-первых, вестись съемка, во-вторых, люди будут результаты этого учебного интервью просматривать. Так, если две камеры стационарные, а третий передвигается. Если у вас есть человек, который может передвигать одну камеру, я сейчас вернусь обратно, чтобы ответить на этот вопрос. Передвижение камеры идет вот по такой траектории, по восьмерке. То есть мы по-прежнему не пересекаем линию взаимодействия, всегда с одной стороны от нее работаем. Камеры могут стоять неподвижно, а человек с третьей камерой может ходить дальше и ближе. Но тогда лучше сделать так. Вот одну камеру поставить на преподавателя, одну камеру поставить на обоих участников, а с третьей камерой, которая даже не так, вот это не преподавателя, а вот это у нас студента, вот это на двоих, а вот третью камеру, с которой входит человек, ее как раз на преподавателя. Снимать его то ближе, то дальше. Вот так. Возвращаясь обратно на дистанционное интервью. В принципе, все программы, все сервисы для видеоконференции могут вести запись. Zoom, Skype, Google Meet, какие-то специализированные сервисы, вы можете спокойно вести запись своего разговора. Есть прямо специализированные, которые именно и предназначены для того, чтобы вести диалог, и при этом возможно еще показывать какие-то слайды. Очень напоминает вебинарные комнаты, но вот нацелены не на то, чтобы запустить вебинарную комнату 500 человек, а на то, чтобы два человека могли комфортно сделать вот такое дистанционное интервью. Сразу продумайте, какой фон, с какой крупностью вы будете появляться в кадре. Будет не очень хорошо, если крупность людей в кадре заметно отличается. По крайней мере, вот в таком расположении. Если располагать видеоэкраны друг над другом, то есть вертикальный лейаут брать, то ощущения диалога не будет. Вот именно один человек слева, другой справа. Это самый оптимальный лейаут, шаблон для того, чтобы провести учебное интервью. И собеседники должны быть примерно с одинаковой крупностью. Опять же, примерно на одинаковом уровне должны находиться их глаза. Например, вот так вот. Что касается фона, он тоже должен быть примерно единообразный. Например, однотонный любого цвета в первом и во втором случае. Либо у преподавателя фон может быть более ярким, поскольку он играет первую скрипку, больше внимания должно быть на него, то у него может быть какой-то тематический фон, полки с книгами, что-то говорящее про учебу, а у студента, наоборот, что-то максимально нейтральное. То есть акцент мы по-прежнему делаем на преподавателя. Несмотря на то, что разговор между участниками дистанционного интервью идет без физического присутствия, нужно по-прежнему быть максимально внимательным. Когда мы говорим с глаза на глаз, мы еще проявляем внимание друг к другу, но если, конечно, не берем в руки телефон, а вот когда идет дистанционное общение, один из собеседников может отвлечься, начать проверять социальные сети. Ну что, я же все равно вот сижу перед экраном, подумаешь, я здесь что-то покликаю. Нет, это сразу видно. Когда идет дистанционное интервью, полностью все внимание на собеседника, все внимание в объектив камеры должно быть истремлено по-прежнему. В отличие от очного интервью, где при монтаже видно то одного, то другого собеседника, здесь вас видно всегда и, соответственно, всегда нужно быть внимательным. Очень хорошо будет, если во время дистанционного интервью вы будете поворачиваться к собеседнику. Здесь нужно порепетировать, чтобы понять, как отображает ваша камера. У меня, например, веб-камера всегда зеркалит, и когда я поворачиваюсь у себя слева и вижу, как в кадре поворот налево, при видеозаписи вебинарах всегда оказывается, что в этот момент я поворачивалась направо. Здесь нужно посмотреть, как работает ваша веб-камера, как работает видеосвязь, видеоконференция. Пара крагонов и вы легко поймете, в какую сторону при видеозаписи нужно поворачиваться. Мне, например, чтобы посмотреть на собеседника, нужно посмотреть всегда в стенку. Я уже привыкла поворачиваться в определенную сторону. И даже небольшого поворота головы, не говоря о повороте корпуса, достаточно для того, чтобы создавалось впечатление полноценного диалога, как будто собеседников не разделяет какое-то расстояние. То есть вот так вот, буквально немного внимания для вашего виртуального собеседника, и вот, поверьте, просто учебное интервью заиграет совершенно новыми яркими красками. Что потребуется для дистанционного интервью? Здесь, опять же, все просто. Это программа для видеосвязи или программа OBS Studio, в которую можно записывать видеоэкрана. Вы связываетесь каким-то более привычным вам образом. Например, видеозвонок в Facebook совершаете, а программа OBS Studio в это время записывает экран. И, конечно, веб-камера, возможно, USB-уменитель, если требуется прийти куда-то от компьютера, найти более удобное место для съемки. У меня работает веб-камера, она стоит на слабеньком таком фотоштативе, и этого достаточно для того, чтобы я могла спокойно поворачивать ее при необходимости, передвигать, перемещать, и степень свободы заметно больше, чем в тех случаях, когда веб-камера висит просто на экране монитора. Так, ну, а теперь, как обычно, в конце самое сложное это приемы монтажа интервью. Основную часть я рассказывала на предыдущем вебинаре про съемку лекций, и многие принципы остаются такими же. Черновой монтаж всегда происходит одинаково. вы закачали на компьютер видеофайл, поместили в программу, разместили так, что один находится выше, другой находится ниже. Я рекомендую, чтобы выше находился ролик с преподавателем, то есть та камера, которая снимала преподавателя, ниже камера, которая снимает студента, а затем вы при увеличенном масштабе синхронизируете, то есть подгоняете дорожки так, чтобы звук шел на них абсолютно синхронно. Все, это остается точно так же, здесь ничего не меняется, если вы что-то забыли, вы можете посмотреть в предыдущем вебинаре. Но нам будет нужна и третья дорожка, это как раз тот самый первый вопрос, заявочный план, то, что мы сняли в самом конце, или снимали на третью камеру. Мы помещаем его вперед, обрезаем аккуратно, подравниваем, чтобы в начале сразу видео началось с вопроса, и сразу, как только студент закончил задавать вопрос, сразу видео обрезаем. И обе камеры, это дорожка 1 и дорожка 2, подгоняем так, чтобы они включились позже. Уже должны быть они к этому моменту синхронизированы. Теперь, просто просматривая ролик, мы останавливаем его в тот момент, когда преподаватель закончил отвечать на первый вопрос. То есть, даже просто включили плей, смотрите на экране, как только преподаватель замолчал, ставите на паузу, и видео обрезаете. То есть, вот, я обрезала верхнюю дорожку с преподавателем, и сейчас сквозь нее видна нижняя дорожка со студентом, который задает второй вопрос. Когда вопрос закончился, снова кадр возвращается вот сюда, к преподавателю, который начинает отвечать на второй вопрос. То есть, в принципе, все довольно просто. Мы останавливаем видео, и отрезаем кусок верхней дорожки для того, чтобы было видно, как студент задает очередной свой вопрос. Но иногда, точнее, практически всегда, довольно часто происходит так, что на записи нет полноценного ответа на вопрос. Ну, может быть, замялся человек, забыл что-то. То есть, какой-то вот такой брак. может быть, вы начали отвечать, а затем зазвенел телефон, и вы этот вопрос и ответ на него перезаписали еще раз. Что в этом случае обычно происходит? Обычно мы вырезаем вот здесь вот бракованный момент и просто-напросто пододвигаем кадры друг к другу. Тогда зритель, который смотрит ролик, видит сначала кадр расположенный слева, а затем кадр расположенный справа. Получается вот такой вот скачок мигания видео. Если это какой-то значительный скачок, да еще при этом человек переместился, подошел ближе к камере, повернулся в другую сторону, оно еще более-менее терпимо. Но вот если вы вырезали очень маленький кусок, и человек совсем чуть-чуть переменил свое положение, получается вот как раз вот такое неприятное мигание. Видео как будто дернулось, это сразу видно, это очень и очень неприятно. Неопытные монтажеры вот в этот момент кладут какой-то переход, который бьет по глазам. Зрители автоматически смаргивают и пропускают, как будто бы пропускают вот этот некрасивый переход. Это очень непрофессионально и очень топорно на самом деле. Как сделать правильно? Вы вырезали кусочек, пододвинули, вот как видите, вплотную один кадр к другому кадру, а теперь отрежьте еще раз кусок с верхнего видео. Вот так вот. Пусть в это время говорит преподаватель, он будет говорить за кадром, а зритель в это время будет видеть студента или интервьюера. Получится вот такой переход. Преподаватель говорит, студент внимательно слушает, преподаватель говорит. При этом текст, голос по-прежнему будет преподавателем. И вот как раз тут внимание студента, его эмоциональная реакция на вашу учебную информацию сделает просмотр такого учебного интервью очень и очень приятным. Вот это вот, наверное, ключевая хитрость, которая позволяет от любительского монтажа сразу так шагнуть на голову выше и делать монтаж интервью как профессионалы. Программы, в которых можно делать монтаж, я тоже показывала вам раньше. В этой презентации я продублировала и вы можете по QR-коду или по ссылке скачать любую из них и попробовать. Как я рассказывала, синхронизировать видео удобнее, две видеодорожки удобнее в видеопаде или в DaVinci Resolve, а в шоткате это делать неудобно. Но вот для разнообразия те примеры по монтажу, которые я показывала, это как раз программа шоткат. Она на русском языке и довольно простая для освоения. Какая оптимальная продолжительность учебного интервью? Как я уже упоминала, я считаю, что 15 минут это максимум, который может быть. Даже два человека, даже динамичный вот такой монтаж с переключением от одного лица на другое лицо, все равно через какое-то время начинают утомлять и зрителю хочется уже экшена. Если вы можете вмонтировать в учебное интервью какие-то другие кадры, например, мы говорим про буктрейнеры, задаем несколько вопросов, преподаватель отвечает, затем мы делаем врезку, пример какого-то конкретного буктрейнера, а потом продолжаем учебное интервью, его можно значит продлить. То есть если было 15 минут, значит можно например его продлить уже до 20-25 минут. Если опять же после этого времени еще одну врезку можем ставить, значит можем продолжать еще. То есть если у вас есть возможность монтировать какие-то дополнительные кадры, уже не что-то было ярко, динамично и в принципе отличающееся от учебного интервью, тогда вы можете его продолжать. Так, я подведу итоги. Я очень рада, что вам понравился шаткат. Она, конечно, не самая надежная, но для того, чтобы начать попробовать, по-моему, неплохой вариант. Итак, учебное интервью это постановочный ролик, то есть это не импровизация. Мы заранее знаем, что и по какой-то последовательности будем говорить. Как смотреть, куда глядеть. Он выглядит как ответы на вопросы аудитории, то есть кто-то один задает, кто-то другой отвечает. Здесь вообще в принципе не может быть места для вопросов от преподавателя к студенту. Не как вы уважаемый поняли учебный материал, отвечает только преподаватель. Дальше. При реальной съемке, когда съемка идет в оффлайне, нам потребуется оптимальный такой набор две камеры, два кресла, какие-то условные знаки и заранее продуманный текст. Если текст будет где-то распечатан, будет находиться рядом с вами, ничего страшного, это вполне нормально, и профессионалы пользуются телесуферами, никто не мешает вам взять в руки распечатанный текст или планшет с открытым файлом, но не телефон. Договоримся сразу, телефон в руки не берем во время таких съемок. Дальше. при дистанционной съемке, когда вы не можете физически присутствовать рядом друг с другом, нужно все равно продолжать имитировать обращение к собеседнику, потому что смотреть процесс слушания, смотреть, как кто-то слушает, смотреть, как кто-то внимательно воспринимает информацию, но это вот просто, знаете, сигнал, делая, как я, человек на экране внимательно слушает, я тоже буду повторять за ним и внимательно слушать. И, наконец, когда вы монтируете, ваша задача сделать вот этот вот видеоматериал динамичным, а значит, не только можно вырезать целые куски, но и нужно это делать. Но если вы режете прямо две видеодорожки, выкидываете полностью какой-то кусок синхронной съемки, не забывайте переключать камеру на второго собеседника. Если есть такая необходимость, то вполне можете, например, студент задавать вопрос, а в это время на экране быть преподаватель, который слушает этот вопрос. То есть пользуйтесь всеми возможностями съемки на две камеры. Мы для того и применяем вот именно синхронную съемку для того, чтобы скрывать какие-то технические ошибки процесса красивыми кадрами слушающего внимательного человека. Так, видеозапись первого вебинара есть на YouTube-канале Директ Академии. Ссылки Татьяна Викторовна уже кидала в чат. Мы можем попросить ее продублировать. А если у вас возникают какие-то еще вопросы или если вы снимаете учебное интервью в процессе, может быть, какие-то сложности, или хотите, чтобы я посмотрела и оценила ваши готовые видеоролики, вы можете обратиться ко мне на почту. Я напоминаю о том, что это вебинар трека «Не только говорящие головы», где мы разговариваем про переупаковку учебного контента. Предыдущий был посвящен съемке видеолекции, этот посвящен постановочному учебному интервью. На следующем вебинаре мы будем говорить о том, что разные люди по-разному воспринимают информацию. И видео, то есть визуальное изображение, не для всех подходящий формат. Кто-то лучше воспринимает на слух, кому-то проще читать тексты или делать какие-то упражнения. И вот как раз мы будем разбираться, какие форматы учебного контента нужны вашим ученикам и вашим студентам. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите в чат, я на них отвечу. Спасибо вам. Мне было интересно. очень хорошие вопросы к учебному интервью по буктрейлеру задавали. Я, наверное, даже с вашего разрешения их спешу себе. И как раз следующее учебное интервью, которое мы будем записывать у меня на работе, будет посвящено буктрейлеру. И как раз я предложу на видео во время съемки задать те вопросы, которые вы сегодня писали в чат. Датьяна Викторовна, я надеюсь, что вы написали, что сертификаты уже сформированы. Я тогда передаю вам слово, чтобы вы могли рассказать и объяснить, как сертификаты можно быть.